АПЛОДИСМЕНТЫ Верно, брат. Поддержал его плотник Брахман. Давай караулить по очереди. Первым караулил плотник. Он изо всех сил старался не спать. Но усталость брала верх. И глаза начинали слепаться. Тогда плотник решил заняться каким-нибудь делом. Он взял кусок дерева, достал инструменты и стал вырезать куклу. КОНЕЦ Получилась красивая кукла-девушка. ПОЕТ Когда наступила очередь друга, плотник разбудил портного, а сам люб спать. Портной увидел прекрасную деревянную куклу. Он взял разноцветные ткани, снял с куклы мерку и принялся шить. Он сшил кукле нарядную кофточку и широкую юбку. А из красной цветистой материи сделал ей сай. ОДЕЛ ПОРТНОЮ КУКЛУ КАК ДЕВУШКУ И ПОСТАВИЛ РЯДОМ С СОБОЙ. Он достал золото и стал делать для куклы украшения. Сделал серьги, ожерелье, браслеты на запястье щиколотки и много других драгоценных безделушек. Нарядная, разукрашенная кукла стала еще красивее. А когда Брахман проснулся, увидел он куклу и задумался, «Хорошо бы оживить ее волшебными заклинаниями!» подумал он. И принялся читать заклинания и брызгать на куклу водой. Не успела заря заняться, как кукла ожила и превратилась в молоденькую девушку. «Я оживил ее своими заклинаниями, и я на ней женюсь!» сказал Брахман. «Ну нет!» запротестовал Портной. «Как же я допущу, чтобы и она, и украшения достались кому-то другому!» «Плотник ее сделал и оживил!» «Поэтому он ее отец!» «Так что он не может взять ее в жены!» «А вот драгоценности и одежду невесте дарят жених!» «Вот он и может жениться на этой девушке!» «И друзьям пришлось согласиться с таким мудрым решением!» «Ювелир взял девушку в жены!» «Вернулся с ней домой!» «И стали они жить счастливо!» «Подолжение следует...»